Спасибо большое. Я, к великому сожалению, не могу говорить на армянском языке, обещаю чуть-чуть дочить его в следующий раз. Для меня это огромная честь, поскольку я являюсь заместителем председателя комитета в Госдуме, как раз одной из сфер деятельности которого является вопроса женщин. Я единственный мужчина в этом комитете, я там меньшинство. И мне очень приятно быть членом этого комитета, потому что, ну хотя бы потому, что я единственный мужчина, меня тоже слушают, у меня есть, мой голос слышен. И, конечно, я понимаю, что для нас, для всех, для армян, для русских, для людей традиционной цивилизации сейчас очень сложные времена. Потому что против нас ведется такая необъявленная война. Есть война очевидная, когда используется оружие, а есть война неочевидная, когда какие-то вещи деструктивные, маскируясь под личину современных течений, модных течений, прозападных течений, бьют в самое сердце общества. Что такое сердце общества? Это материнство. Материнство и традиционные ценности есть производные материнства. Уважение к женщине, священный брак, как союз мужчины и женщины. Система ценностей, базирующаяся на божественном представлении, о божественном предназначении женщины, как матери, как хранительницы очага. Очень многие те, кто считают себя условно передовыми, инновационными, современными людьми, часто критикуют нас, нормальных людей, за некую архаичность отношения к женщине. Что женщина якобы в традиционной семье не имеет должного уважения. Это люди, просто не имеющие образования, я считаю, поскольку достаточно вводить хотя бы основами информации о христианстве, чтобы понять, что самый почитаемый человек, когда-либо рожденный от мужа и жены, это женщина в христианстве. И нет более почитаемого человека на земле, именно человека, как Пресвятая Богородица, Мариам. И христиане, и, кстати, и мусульмане, и многие другие относятся к этой ценности как неповерекаемой ценности. И те люди, которые себя называют современными, перспективными, даже, может быть, выкрасит волосы в какой-то необычно радикальный цвет, они сами этого не понимают, что они-то как раз служат самому древнему культу на этом свете, культу падшего ангела. Потому что именно их кумир, падший ангел, Сатана, он буквально пишет все методички современных либеральных повесток в этом мире. Отказ от мужа, от жены, от детей, как дары божественного дара, он подразумевает абсолютную деформацию всего общества. Общество не может развиваться иначе, как опираясь на традиционные ценности. Те люди, которые, опять же, нас часто критикуют и говорят, что мы с вами, мы средневековые мракобесы. Хотя мрак, это все, мрак, это родная стихия для всех либералов, мы знаем прекрасно. И Бесятина тоже. Но, тем не менее, мы, опираясь, предположим, в науке, современные космические корабли и спутники, даже спутники и российские, и Ивана, Маска, совершая абсолютно потрясающие открытия, самые современные, вот самое, что обидно, опираются на самые мракобесные законы Исаака Ньютона. И Исаак Ньютон, так же, как и многие другие ученые, не создал законы, он их открыл. То есть, законы существовали до того, как человечество познало премудрость Божью, заложенную в этих законах. Человечество не создает, а лишь через самосовершенствование познает мир, созданный, который существовал до начала науки на нашем свете. И вот, базируясь на этих законах, современные ученые, познавая все новые и новые закономерности, могут осваивать и космос, и ядерную энергию, бороться с раком, заниматься самыми передовыми исследованиями. Но в основе этих исследований лежат традиционные законы. Так вот, то, о чем мы говорим, традиционные ценности, это не придумка человеческая, это не условность, это такие же законы. Законы есть природные, законы есть физические, химические, математические формулы. Мы можем как угодно относиться к теореме Пифагора, называть ее ужасной и мракобесной, но она существует и будет существовать. И не в наших силах ее изменить. Законы существования семьи, развития общества, такие же законы, как и законы физики и химии. И попытка отойти от фундаментальных ценностей, то есть аксиом развития общества, приводит к каким-то жутким последствиям. По сути дела, это попытка бросить вызов самому Богу, который учредил, установил законы развития общества. И я очень рад, что самые современные, самые передовые люди, смотрящие в будущее, это люди, которые защищают семью. Это люди, которые защищают детство и традиционные ценности. Не бывает по-другому. Не бывает и Господь нам уже в протяжении нашей истории неоднократно посылал сигналы, что происходит тогда, когда общество в коллективном безумии отходит от прекрасных божественных законов. Оно погружается в хаос. А некоторые, прошу прощения, превращаются в соли мертвого моря. Именно там находился, по преданию, город Содом. Так что я хочу вам пожелать следовать библейскому принципу. Быть светильниками. Вы свет миру. Вы соль земли. Вы те люди, которые хранят свет и правильные ценности для нашего общества. У нас могут быть разные с вами взгляды. Могут быть разные... Мы люди. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Кто-то голосует за одну партию, кто-то за другую. Но всех нас объединяет одно. Наши общие ценности. И я очень счастлив, что наше общество, наши страны сейчас находятся на пути преодоления каких-то внутренних расколов, потому что есть то, что нас всегда объединяет. Потому что мать — это священное слово во всех языках. И на русском, и на армянском. И я искренне желаю нашему обществу ощущать и жить со святостью этого слова. Спасибо.